Строительство солнечной электростанции, завода по сжижению природного газа, производство углехимической продукции, а также другие проекты отныне будут реализовываться на территории Казахстана. 32 инвестиционных соглашения на сумму 7 миллиардов долларов подписали сегодня в ходе казахстанского круглого стола по глобальным инвестициям. Об итогах важной встречи расскажет Асимжан Жизбаева. Глава государства подчеркнул, что Казахстан вошел в топ-35 наиболее конкурентоспособных стран мира. Он отметил амбициозную цель привлечь к 2029 году дополнительно 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Примечательно, что казахстанский круглый стол по глобальным инвестициям привлек свыше полутора тысяч зарубежных инвесторов, что подчеркивает привлекательность нашей страны на международной арене. Правительство Казахстана приложит все усилия для поддержания стабильного и предсказуемого инвестиционного климата. Мы стремимся к тому, чтобы с развитием иностранных производств в Казахстане росла и доля казахстанского содержания в продукции. Особое внимание уделяется поддержке казахстанских кадров. Мы приветствуем и содействуем тому, чтобы иностранные инвесторы активно нанимали местных специалистов на всех уровнях. Помимо этого, Казахстан планирует привлечь около 20 миллиардов долларов на модернизацию изношенных объектов тепла и водоснабжения. Заместитель премьер-министра Канад Бозумбаев сообщил, что уже разработан национальный проект, который предполагает обновление электросетей и строительство новой станции, что позволит снизить аварийность и повысить мощность генерации. Продолжение следует... Международные партнеры также выразили свою заинтересованность в развитии сотрудничества. К примеру, вице-президент по банковским операциям Европейского банка реконструкции и развития отметил важность поддержки реформ и создания благоприятного инвестиционного климата в Казахстане. Поддержка амбициозных планов Казахстана в сфере производства, энергетики и транспорта является приоритетом для нас. Важно, чтобы институты, подобные нашему, способствовали повышению инвестиционной привлекательности региона. Демографические и экономические показатели, как мы видели в начале сессии, также положительны. По итогам инвестфорума было подписано 32 соглашения на общую сумму 7 миллиардов долларов. В числе ключевых договоров – партнерство по глубокой переработке пшеницы, производству углехимической продукции, улучшению медицинской инфраструктуры, строительству заводов по сжижению природного газа, цифровизации и внедрению искусственного интеллекта в железнодорожное машиностроение и другие. Асимжа Жузбаева, Даньяр Омар, Телеканал Алматы, Астана.